Благослови, Душа моя, Господа, благослови, Неси, Господи. Речи Господь, просящему Тебя дай, и хотящего от Тебя заять и не отврати. Слыши, стеяку речену есть, возлюбиши искреннего Твоего, и возненавидиши врага Твоего. Аз же глаголю вам, любите враги ваши, благословите клянущие вы, добро творите ненавидящим вас, и молитесь за творящих вам напасть. И изгонящие вы, яко добудите сынови Отца вашего, и же есть на небесех, яко солнце свое сияет на злые и благие, и дождит на праведные и на неправедные. Аще болюбите любящих вас, куй мзду имате, не мотари ли тоже де творят, и аще целуете други ваши топма, что лишьше творите, не и язычницы ли так уж де творят. Будете, уба вы совершене, яко же Отец ваш Небесный совершен есть. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня среда, 3 апреля, и мы с вами продолжаем читать Евангелие от Матфея. И читаем главу 5, 42 по 48 стих. И сейчас давайте откроем русский перевод. Нового Завета найдем это место и послушаем, как звучат сегодняшние евангельские строки. «Сказал Господь, просящим у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами отца вашего небесного, ибо он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный. Такие евангельские строки в сегодняшний день мы слышим. Господь через своего евангелиста, ученика Матфея, возвещает вот эти заповеди. Если мы с вами посмотрим пятый угол, сначала видим, что Господь сначала слушающих, как говорил Блаженный Фефилакт, освобождает от таких страстей, как гнев, похоть, в первую очередь именно вот это мочит. Но в этом действительно очень есть важный смысл, потому что для того, чтобы, скажем, в человеческое сердце нести что-то доброе, оттуда сначала надо убрать злое. Почему путь к Богу лежит всегда через покаяние? То есть человек для того, чтобы тебе к Богу пойти и наполниться благодатью Божией, ты должен себя к этому приготовить, ты должен убрать из жизни то, что тебе мешает. Знаете, как, скажем, человек, связанный по ногам, он никогда не сможет быть чемпионом по бегу, например. Он и двигаться-то будет еле-еле. То есть то, что ему мешает передвигаться, точно так же и здесь. Для того, чтобы Бога в сердце пустить, нужно освободить себя от власти дьявола, что, в общем-то, и даёт покаяние. Так вот, мы видели, что Господь нас сначала освобождает от гнева, от похоти, а дальше вот нас научает, то, какие мы должны быть, какой настрой должен быть в нашем сердце. Вот мы с вами вчера слышали об этом, что Спаситель призывает нас к тому, чтобы мы к каждому человеку относились так как к ближнему и всегда старались жить и в мире и согласии со всеми. Старались не враждовать, старались всегда миром и добром останавливать всякую агрессию. Да, вот если мы повыше посмотрим евангельские строки, главу, что это вот увидим, этот кисламприк, ударить тебя вправо, щеку твою брати к нему и другую. То есть прощай обиды, прощай несправедливости, всегда будь готов послужить ближнего твоему. Пусть даже это будет связано с каким-то ущербом, скажем, для твоего благосостояния. Господь говорит о том, что мир гораздо важнее. Причем то, что все внешне, все земное, оно рано или поздно заканчивается. А вот устроение сердца, которое человек может воспитать в себе в течение земной жизни, вот это устроение останется с ним навсегда. И в этом плане действительно каждый день он бесценен. Каждый день мы можем учиться вот этому, учиться миру, учиться любви. Но сегодня мы слышим продолжение вот этого. Господь говорит, просящему тебя дай, хотящего занять тебе не отвращайся. Все очень просто. То есть, опять же, будь готов всякому человеку послужить, будь готов всякому человеку помочь, дать то, что ему нужно. Хотя, конечно же, здесь святые отцы толкует это место, они призывают всякого слушающего к мудрости и к рассуждению. Есть такое упоминание, что если человек в безумии просит у тебя нож для того, чтобы убить себя, конечно же, такую просьбу выполнять не нужно. Но, в общем-то, для этого нам Господь и дает и разум, и вообще, возможно, как-то рассуждать, и знание в том числе заповедей Божьей, чтобы мы могли здесь знать, что полезно человеку, а что вредно ему. То есть, вот здесь нужно, опять же, рассуждать. Но если это касается, вот буквально, да, человек приходит занять у тебя, в том числе, денег, то, опять же, по заповедям мы не должны закрывать сердце своего человека. Должны быть готовы всегда ему помочь. Вы слышали, что сказано? «Люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего». Действительно, ветхозаветные иудеи, они жили вот по этому принципу. И это было объяснимо в то время, потому как народ израильский, народ Богом избранный, он был один-единственный среди всех народов, населяющих нашу планету. И один-единственный имел правильную веру в истинного Бога. Потому как все остальное человечество пребывало в состоянии лжи. Лжи вот именно в смысле понимания божества, какой он, какова воля его. Это было там идолопоклонство, всякие языческие культы, многобожие и так далее, и так далее, и так далее. И вот очень важно было народу израильскому сохранить себя в неприкосновенности, не раствориться вот в этом языческом мировоззрении, которое окружало его. Этим отчасти объясняются те порой очень жесткие, то и жестокое повеление Бога к израильскому народу, скажем, когда они пришли в землю Бетаванную, земля Ханаанская, так она называлась. Бог повелевает евреям пойти и уничтожить всех, кто там живет. Да, нам, живущим в состоянии новозаветного откровения, знающим то, что Бог есть любовь, слышащим и в какой-то степени живущим, вот в этих заповедях, касаемых милосердия, сострадания, порой кажется, ну как вот так, как вот можно было так поступить. Вот еще раз скажем, нужно понимать, то было время другое. То было время, когда в еврейском народу нужно было сохраниться, не перестать существовать. Потому как все катаклизмы, которые были в истории Ветхозаветного Израиля, они, как правило, были связаны с отступлением от истинного Бога. Когда люди теряли вот это правильное благочестие, Господь устанавливал их какими-то скорбями. Там, скажем, вавилонское пленение или еще что-то, какие-то войны. Все происходило именно вот в этой связи. И вот, действительно, люди были от этого воспитаны в таком правиле, что да есть ближние, ближние — это наши соплеменники, это наши родственники, это люди одного со мной, там, колена израильского. А есть чужие, есть враги, есть люди иноплеменные, есть люди, среди которых есть вот эта очень страшная опасность, опасность ложного понимания Бога. А тут Господь говорит, что все это время прекратилось, закончились вот эти условия, наступает новое время, время, когда Бог пришел для всякого человека, пришел дать себя всем людям. Вот получается, что в первую очередь эти слова были сказаны иудеям, но они, опять же, касаются каждого из нас. То есть мы должны каждому человеку относиться как к ближнему своему. Мы должны перестать видеть в людях врагов. Ведь смотри, дальнейшие слова, что Спаситель сказал. Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. Да, скажем, тебе говорят слова обидные. А ты мало того, что не мсти злом за зло, а еще и, наоборот, как человеку скажи что-то доброе, приятное. Благотворите ненавидящим вас. То есть сделайте благое творение, благое дело, помогайте. Человек вот к тебе плохо относится, а ты, опять же, мало того, что не ожесточи свое сердце в отношении его, а еще старайся всеми силами, не только в сердце своем, а делами своими как-то вот ему помочь, сделать ему добро. Да молитесь за обижающих вас. Вот молитва — это вообще проявление любви. Потому что когда я молюсь за кого-то, тем самым я желаю ему блага и желаю ему спасения. Думаю, не нужно упоминать и напоминать всем нам о том, что никогда молитвы наши не должны выглядеть как просьба о вреде для человека. Что бывает и такое, к сожалению, это можно встретить, когда человек в ненависти на кого-то пытается еще Бога просить вреда для человека, что-то, мол, там, Господи, покраивай и так далее, и так далее. Если ты желаешь пользы для себя и спасения для себя, как пожелаешь для ближнего, точно так же в ней нуждается. Так вот, молитва — это и есть проявление хотя бы начала любви к ближнему. То есть вот Господь говорит, что тебя обижают, а ты молись за них. Тебя гонят, а ты молись, ты помогай. А для чего вот это еще нужно? Потому что только таким образом можно человека сделать своим ближним, сделать своим другом. Никогда еще не было такого, чтобы злом исправлялось зло. Никогда. Можно силы агрессии заставить противника своего там действия, заставить его молчать и так далее, но у него сердце к тебе не откроется. И наоборот, сколько можно найти примеров, когда это доброе отношение к человеку меняло его отношение к нам. То есть в этом плане тоже задача у нас, христиан, именно таким образом заменять мир. Жить со всеми в мире, жить со всеми в любви, если это не касается, да, там, просто защиты веры, например. Но дальше Спаситель, смотрите, что добавляет, говорит, да будете сынами Отца вашего Небесного. То есть вот, то есть почаще вспоминайте, кто вы. Вы христиане, вы искуплены дорогой сыной. Бог за вас на крест пошел. Вы Богу усыновлены. Так вы должны быть на Него похожими. На Его благость, на Его любовь, на Его милосердие, на Его желание, готовность помочь всякому человеку. Будьте подобны Ему, чтобы быть вместе с Ними. Теперь же нам вот так вот показывается самая главная конечная цель нашего существования, это соединение с Богом. А соединиться может только подобное с подобным. Хочешь быть с Богом, будь похож на Него своим даже настроением. Ну а дальше, как бы, Господь эту мысль развивает, говорит, что, да, Отец Небесный, появляет солнце, вам сходить над злыми добрыми, посылать дождь на праведных, неправедных. Ну здесь солнце и дождь являются таким символом такого животворящего начала, да, скажем, для того, чтобы на земле что-то росло, там расти, необходимо тепло, необходимо влага. Что без этого и без этого жизнь не получится. Так вот и здесь Господь все дает для жизни, невзирая на лица, дает каждому по нужде его. Так вот и здесь мы учимся тому, что мы должны также относиться к людям. Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли дел ты мытари? Ну здесь под мытарями апостол, скажем, Луки в Ангелии, называется просто грешники. Да если вы приветствуете только братьев ваших, что особенно делаете? Не так ли поступают язычники? Как бы, знаете, происходит, что ты мне любишь, и я тебя люблю, в ответ. Ты мне помогаешь, и я тебе помогу. Но вот здесь, как говорят святые отцы, мы, читая эти слова, должны даже некую укорсую сторону ощутить. То, что очень часто мы не любим любящих нас. Да, вот и не благотворим благотворящим нам. Да и не приветствуем братьев своих. То есть, к сожалению, мы часто поступаем гораздо хуже и ниже, чем здесь упомянутые люди. А что от нас требуется? От требуется больше любить врагов даже. Не только любящих нас, а врагов. А для чего? А чтобы быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный. Опять же, из тех соображений, чтобы быть всегда вместе с Ним. Вот такие евангельские строки сегодня мы с вами прочли. Читали мы Евангелие от Матфея, главу 5, 42 по 48 стих. Благословение Господне, да, пребывается всеми нами. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!